Всем привет! Сегодня понедельник и, как всегда, рассказываю вам новости за прошедшие 7 дней. Много интересного было. Будущие релизы, прошлые релизы, то, что нас ожидает в далеком будущем. Все об этом расскажу, потому что реально насыщенная неделька была, по крайней мере, по количеству новостей. Не забывай, что за всем этим ты можешь следить в моем телеграм-канале, где я публикую эти новости каждые 2 часа. Конечно же, полезные ссылочки плюс на инстаграм, на группу Бай, где эти новинки можно покупать со скидками. Ну и бери чаек, кофеек, хуек и приятного просмотра. А начнем эту неделю с детальных фотографий на Air Jordan 6 в расцветке UNC. Релиз, кстати, запланирован на 5 марта, что достаточно долго ждать. Появились официальные фотографии двух расцветок NBA в коллаборации с Nike Air Force One High с ценой 120 долларов и релизом в ближайшие недели. Больше никакой информации, к сожалению, нет. И это не последнее их сотрудничество, потому что вот еще взгляд на коллаборацию, но уже на Air Force One Low. Релиз их в октябре. Ну и на одних форсах мы не остановимся. К примеру, Air Force One Pixel получит замшевый верх. Пока известно о двух расцветках и цене в 100 долларов. Официальные фотографии Nike Air Force One Low have a good game. Ну и, конечно же, новый Air Force One Funtank. Также have a good game. На ближайшее время нас подразнили информацией о том, что должен состояться релиз трех расцветок Supreme Nike Dunk High. И я до сих пор не могу спать спокойно после отмены двух низких данков с сайта Supreme. Очень обидно. Ну и, конечно же, куда без нескольких детальных фотографий коллаборации Travis Scott, Nike Air Max One, расцветки Barracu Brown. Релиз? Не знаю когда. Ну а вот цена должна быть 160 долларов. Конечно же, несколько детальных фотографий скучной коллаборации, как по мне, Клод, Сакай, Nike, LD Waffle, Kiss of Death 2. Ну я не знаю, слишком простенько, прям вот... Ой. Зацените коллекцию Kawasaki Ninja и Adidas. Будут использованы силуэты ZX-8000 и ZX-5K Boost. Конечно же, вдохновленные мотоциклами Kawasaki очень классно выглядят. Первые фотографии Air Jordan 4 в расцветке Military Black, которые запланированы на 22-й год, но непонятно, начало или конец. Ну и еще по странным новостям, это обещали сегодня релиз Easy 500 High Mist Stone. Но я нигде их не видел, возможно какая-то путаница или меня что, заскамили, а я скамлю вас получается. А может где-то они и дропнулись. Я, по крайней мере, будущего не знаю. Наконец-таки показали официальные фотографии коллаборации Stone Island и New Balance Tokyo Design Studio. Да, я показывал ее несколько раз, но какие-то макеты, то непонятные зарисовки, и вот сейчас показали уже полноценную пару. Релиз обещают в октябре, и в принципе неплохо, если, конечно, покупать не за российский ритейл, как мне кажется. Также нам показали новый Reebok Zik Kinetic 2 Edge, которые были запланированы на начало октября. Но если честно, я не смотрел, появились они на официальном сайте или нет. Но чекайте группу Buy, если они окажутся на скидках, то вы узнаете об этом первым. Конечно же, детальные фотографии Air Jordan 5 Blue Bird. Релиз обещают 7 октября, и рассказывал о них в прошлом выпуске новостей. Очень красивое. Скандалы Канни Веста и Walmart продолжаются, потому что Walmart все-таки решили подавать в суд на бренд Изи. И они продолжают утверждать, что логотипы их похожи. Не знаю, по-моему, это просто докопаться и пошуметь. Очередная новая расцветка Nike Dunk Low White Black запланирована на ближайшие месяцы. И я уже подумаю заканчивать рассказывать про Данки, что-то так себе. Весной 2022 года дропнутся Supreme, и Nike Shox Ride 2 вполне неплохо выглядят, непонятно когда точно. Скорее всего, где-нибудь то в начале. Ну и Adidas решили пойти по стопам переработанных материалов и выпустили Forum Meet, которые, кстати, на фотографиях выглядят интересно. Я бы с удовольствием посмотрел на них в реальной жизни, потому что это больше похоже на какой-то узор, а не переработанный материал. Также нам показали официальные фотографии Air Jordan 1 Meet Anti-Gravity Machine. Ну, просто перепутал кроссовки на вписки и пришел домой, не понимая, что происходит. Лайнап Easy Boost 350 V2 MX приставочка. Да, это вот которые непонятные, разноцветные. В общем-то, ждем в ближайшее время. Ну а создатель бренда Fragment Design был замечен в новой расцветке. Travis Scott Air Jordan 1 Low, скорее всего, в коллаборации с тем же самым Fragment. Но непонятно, это сэмпловая пара или все-таки она в будущем поступит в продажу, поэтому ждем информации. Возможно, ты еще не подписан на мою группу Buy. Сейчас я перечислю несколько причин, почему лучше это сделать. Во-первых, кроссовки на скидках бывает больше 50%, а иногда прям за сущие копейки. Много одежды не только к учебе, но и, в принципе, повседневные. Брючки, кофточки, куртки и все по доступным ценам, прям реально со сладкими скидками. Посты выходят постоянно и регулярно в ВКонтакте и в Телеграм-канале. Лучше я буду постить себе в Инстаграм. Ну и, конечно же, огромное обновление для меня и для моих подписчиков – это то, что начинаю постить рафлы. Теперь вы сможете не только экономить, но еще и, возможно, зарабатывать с помощью группы Buy.Skidki. Залетать на рафлы, брать какие-то кроссовки, а потом перепродавать их в плюс. И получается закупаться скидочными кроссовками в той же самой группе практически бесплатно, если ваша сделка пройдет в большой плюс. Поэтому не тяни, подписывайся, там уже больше 160 тысяч подписчиков. Ну и, конечно же, проявляй активность, чтобы ВКонтакте рекомендовал эти записи большему количеству людей. Надеюсь, ты понял все плюсы подписки на группу Buy. И, конечно же, продолжай просмотр выпуска новостей. Первый взгляд на коллаборацию – Acronym и Nike Blazer Low. Очень странная пятка, и все почему-то пишут про Биониклов, как будто бы там Бионикл сзади зацепился. Что думаете? Данк Лоу в расцветке Golden Rot. Официальные фотографии нам подвезли. Ну что я говорил, почему они мучают эту расцветку? В прошлом выпуске новостей рассказывал и Данки Хай, и Джорданы Хай, и какие-то Рэбл Данки Хай. В общем, отпустите. Более-менее нормальные фотографии Air Jordan 6, лоу-версия, женская размерная сетка и расцветка атмосфер. Релиз 3 января, ну и, конечно же, это будет интересно, скорее всего, только девчонкам. Появились хорошие детальные фотографии сотрудничества Soulfly и Air Jordan 1 Low. Лично мне дико зашло, очень классно выглядит. Ну и, конечно же, фотографии коллаборации Stray Reds и New Balance 991 без какой-либо информации. Да, Терри Тейл, просто ждите и все. Конечно же, официальные фотографии Air Jordan 1 Mead. Всем про фамилию. Я думаю, то, что они дропнутся где-то рядом с Хэллоуином, либо, возможно, прямо на него. Ну и опубликованы еще официальные фотографии коллаборации Drake Nocta, Nike Hot Step Tear Era в белой расцветке. Ничего не сказали, типа, ждите такого-то числа, но если появляются официальные фотографии, значит, релиз будет в ближайшее время. Возможно, даже в октябре. И 26 ноября в продажу должны поступить Nike Air Fomposite One и коллаборация Com de Garçon. Не знаю, не знаю, очень спорно, Com de Garçon что-то в последнее время вообще не удивляют. Ну такое, тем более ценник, скорее всего, будет офигеть какой высокий. Ну и долежит до скидок. Официальные фотографии коллаборации LeBron James и Nike на паре Air Force One в расцветке Strife for Gratness. В продаже ожидаем в ближайшее время. Ну и, конечно, мне кажется, скучновато. Air Jordan One High OG Heritage запланированы на лето 22-го года. Вот так вот заранее нас предупреждают. И очень странно, когда свушь не черного цвета. Вам тоже так кажется? 9-го октября в продажу поступит новая Adidas Equipment Cushion 91 с вышивкой в виде карты города и под тайным карманом на язычке, внутри которого расположен флаг Америки. И если честно, я так и не понял, какой город на карте, почему не написали? Ну и, конечно же, несколько фотографий, детальных фотографий большого пака Vans Horror, который будет приурочен к Хэллоуину. Лично мне зашло кучу отсылок, кучу разных страшилок, фильмов. Очень классно. Vans делают красиво, но, если честно, пары вот классические я таскал неудобные. Но, как на полку поставить, мне кажется, это прям очень классно. Красивые вещи. Ну и последняя новость на сегодня. В продажу должны были поступить новые Adidas Ozra. Главная новинка, мне кажется, будет в ближайшее время. В расцветке Carbon и, возможно, еще в одной светло-бежевой расцветке. Поэтому ищите на сайте, либо в группе Buy, потому что там есть промокоды на минус 20. Ну а это были все новости за прошедшие 7 дней. Надеюсь, видос для тебя будет полезным. Что-то захочешь взять на релиз, либо рассказывай, что ты смог взять на этой неделе. Лично я ничего. Кроссовки, конечно, уже практически ничего не стоят. И это грустно. Ну и, конечно же, не забывай то, что все новости пишу в свой телеграм-канал. В группах Buy, в инстаграме все можно находить самое интересное. Поэтому подписывайся и следи. Ну и, конечно же, обязательно на канал, потому что впереди много интересных видосов. Спасибо тебе за просмотр. Пока. Продолжение следует...